Пламенем оказался объят дом на Кирилловском шоссе 14. Старая сохшаяся деревяшка вспыхнула как спичка. Рядом с пожаром тут же образовалась толпа зевак. Многие достали сотовые телефоны. Сейчас выкладывать такое видео в интернет модно. Виктору же было совсем не до развлечений. Буквально в нескольких метрах от огромного пламени его деревянный дом. Ну что, близко, реально страшно, огонь. Ветер вначале был в мою сторону, но пожарники вовремя полили и все. Но, к счастью, ветер как-то начал отдуть в другую сторону. Деревянные дома, говорят пожарные, очень быстро горят. Поэтому, когда рядом с открытым огнем есть другие жилые постройки, их по инструкции нужно спасать в первую очередь. Что пожарные сделали. Два из трех пожарных рукавов поливали соседние сгорящим дома. Именно поэтому новых пожаров удалось избежать. Что же касается сгоревшего дома, в момент пожара он оказался пуст, поэтому обошлось и без жертв. По словам соседей, здесь уже давно никто не жил. Постройка постепенно превратилась в притон. Бомжи все время постоянно шариваются. Больше никого не было. Хозяин, говорят, вот сейчас только что узнали, что на фонаре где-то здесь живет. Хотя бы сдал бы кому-нибудь. Единственное, что известно на данный момент, собственников у сгоревшего дома три. Сейчас дознаватели устанавливают их личности. Как и причину возгорания, специалистам предстоит отработать все возможные версии. Причины вероятны. Неосторожное обращение с огнем посторонних лиц. То есть, если был свободный доступ, соответственно, могли люди туда проникнуть. Соответственно, могли поджечь этот дом. Может просто рассматриваться причиной, как поджог. Мы рады бы, радиохоньки, что нас не встречали. Сейчас дорогу расширяет, вот до этого расширять. Нам вообще тут житья не будет. А вот Виктор решил больше не надеяться на переселение. Теперь он окончательно решил сменить легковоспламеняющееся дерево на кирпич. Шутки шутками, а спать в деревянном доме, даже заплатив налоги, теперь страшно.